С самого утра целая очередь из участников слушаний, что выстроились у входа в здание бывшей первой плавильной фабрики сереброплавильного завода, известного в народе как спичка. Еще за час до начала зал был полон, как никогда много было молодежи. Правда, некоторые молодые люди на вопрос, зачем они здесь, отвечали неопределенно. Послушать, поголосовать. А проголосовать за что? Смотря за что будет сказано. А о чем сегодня речь вообще будет идти, вы знаете? Знаю. О чем? Все, извините. Итого, больше двухсот участников. На голосование выставлен вопрос, отдать новым владельцам примыкающую к историческому комплексу территорию или нет. Собственник Евгений Ракшин пояснил, нужны четкие границы территории, чтобы начать работы по реконструкции спички. Конечная цель сегодняшнего выступления, точнее, сегодняшнего собрания публичных слушаний, чтобы мы смогли начать, а обследование здания, составление проекта по реконструкции, вообще, чтобы понять, что с существующими зданиями. Вот мы с вами сегодня здесь находимся, и никто из нас не может сказать, а выдержит ли вот эти все конструкции такое количество людей, что мы здесь находимся. Между тем, барнаульцы разделились на два лагеря. Противники из меня не считают, идти навстречу собственникам нельзя. Получив права на новый земельный участок в историческом центре, они могут возвести очередной торговый центр. Так, в этой схеме плана застройки уже указан некий новый объект. Бизнесмен Ракшин заметил, это в принципе может быть чем угодно. На данном этапе собственник не обязан детально прорабатывать проект. Позицию бизнесмена оспорил главный архитектор края Виктор Читошников. Он уверен, что землю можно отдать только достоверно, зная, что будет построено. Уже 3D-модель, по которой можно судить, как это новое строительство будет взаимодействовать рядом с стоящими памятниками архитектуры. То есть вы доносите недостоверную информацию, на основании которой невозможно принять взвешенного решения. Несмотря на доводы оппонентов, большинством голосов новый проект планировки был одобрен. 167 за, 44 против, 3 воздержались. Теперь документ передан на утверждение главы администрации Барнаула. После всех согласований собственники смогут приступить к проекту реставрации и другим работам на территории Спички. Впрочем, вопрос о том, что именно в итоге построят вблизи исторического комплекса, его владельца оставили открытым. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости.